Маленькое, скромное место Сегодня мы расскажем об удивительном месте Молодежно-инклюзивный центр для подростков с особыми нуждами МАЯК Родился по инициативе группы друзей, в которую входят педагоги, студенты, родители В сентябре 2020 года На самом деле создание МАЯКа это очень интересно То, как это произошло, как это родилось Это не от кого-то желания создать какой-то центр Или создать какое-то место для особенных ребят На самом деле первая идея, которая была здесь Родилась она от того, что у нас педагоги Это очень хорошие, сильные педагоги, работающие в одной из лучших гимназий Караганды Они имеют высокие степени и каждый большой профессионал в своей области И эта дружба, которая вместе их объединила И желание, которое родилось у них Оно именно привело к тому, что первое желание было Это сделать место встречи для подростков, которые живут рядом с Каритасом В то время это был как раз карантин Как раз закрытые школы, дистанционное обучение И о чем тогда думали Это думали об этих ребятах Которые нуждаются в каком-то месте Где они смогли бы учиться и общаться Когда произошло открытие Я пригласила одноклассников своей особенной дочки Которые учились на тот момент в 10 классе И тоже сидели на карантине И для них это было гораздо более важным Встречиться спустя год после этой пандемии Может меньше, чем год И начать просто встречаться И поэтому вот это желание у нас, мам, особенных этих детей Было гораздо больше, чем у тех обычных ребят Которые живут рядом с Каритасом И поэтому так и получилось Что в субботу, когда начались занятия Приходили эти ребята И уже смотря на реальность Которую дарили Сначала это было там 7 человек Потом 9 Потом все больше и больше Мамы делились с остальными И потому что сообщество мам Особенно детей это такое особенное Основная цель Создать и развить благоприятные условия Чтобы опыт работы с ребятами С особыми нуждами Мог превратиться в эффективную модель Социальной интеграции Способную повлиять на жизнь детей-инвалидов Их семей, территории С целью достижения современных Экономических и социальных моделей Вторая цель состоит в том Чтобы преодолеть противоречия Инклюзия против сегрегации Посредством подхода к планированию Общественных услуг Сочетающего необходимость Предлагать услуги С необходимостью чувствовать себя Частью сообщества Третья, но не менее важная цель Это физическое и психическое Благополучие особенных детей И поддержка их семей Меня зовут Нина Я мама особенного ребенка Его зовут Артур У него аутизм У нас вообще в городе Нет практически центров Для особенных деток взрослых Но даже если было 100 центров Мы все равно бы водили своих детей Именно сюда Потому что таких людей, как здесь Такого отношения, как здесь К нам, к нашим детям Нет просто нигде Для нас маяк Маяк это дом Маяк это свет И мы на свет этой любви На свет людей, которые здесь Мы просто слетаемся Мы бежим, мы летим Мы здесь отдыхаем Мы здесь общаемся Мы здесь получаем ресурсное состояние То есть жизнь с особенным ребенком Она очень энергозатратная Очень много сил уходит Очень много нервов Очень много переживаний Горя даже Но когда мы вместе И когда мы с людьми Которые нас любят Которые нас поддерживают Которые нас понимают То это, конечно, гораздо легче И уже совсем в другое состояние То есть маяк это уникальное место Правда уникальное Где царит любовь Где царит Бог Где хорошо нам Где хорошо нашим детям Маяк это место для всех Независимо от социального статуса Национальности Или вероисповедания Меня зовут Гульнара Моего сына зовут Асанали Моему сыну 17,5 лет Ну это, конечно, интересная история Маяка Я вообще ни сном, ни духом Не знала об этом центре И где-то года два назад Одна из особенных мамочек Просто мне Скинула ссылку на инстаграм И говорит Посмотри Интересное место Мне кажется Там именно дети Уже не дети А как подростки С особенностями в разбитии Ну я посмотрела Ну как обычно смотришь инстаграм Посмотрела, полистала Ну ладно, хорошо А потом, когда пригляделась Смотрю Сюда ходят двое деток С нашего класса То есть одноклассники Асаналии Ну я стала наблюдать Я не сразу написала Наблюдала Наверное, где-то полгода За инстаграмом Следила Читала И потом решила написать У моего ребенка Тяжелейшее нарушение речи И поэтому Многие отказывались Там говорили Не получится И т.д. и т.п. Ну думаю, попробую И позвонила И взяла трубочку Алена Теперь я ей настолько благодарна Что она взяла трубку И сказала Приходи И я могу сказать Что маяк Создан не только Для особенных детей Он создан и для особенных мам Потому что Здесь мы черпаем Какие-то силы, наверное Именно моральные силы Мы понимаем друг друга Мы знаем и любим детей наших Мы уже как одна большая семья Тот педагог, который здесь работает Редчайшее исключение из правил Потому что Они, во-первых, работают Я не боюсь этого слова Бесплатно здесь Хотя с нашими детьми Работать очень сложно Им нужно повторить Ни один, ни два Ни пять Ни десять раз Иногда бывает Что это и больше десятка раз Чтобы наши дети поняли И исполнили то, что их просят А здесь, несмотря на наши диагнозы Наши дети и шьют И кулинарят И поют И танцуют И ЛФК У них есть все здесь Как у нормальных детей Помочь может каждый Чем нам помочь? Нам помочь Можно Может любой человек Например Курс шитья Который проводится Раз в неделю Помогают наши мамы Можно также приходить По субботам Когда у нас проходит Или по средам Когда сейчас проходят занятия На каждом занятии Ребенок нуждается в том Что индивидуально Его бы направляли Ну то есть Во время этого занятия Также мы нуждаемся В горящих людях Которые любят свое дело Это может быть Например Работа по дереву Какая-то Потому что у нас есть ребята Которые Было бы это интересно Или например С самого начала Нам подарили Выжигателем по дереву Но у нас нет специалиста Который бы мог Вести этот курс Возможно Есть такой человек Который бы хотел помочь Но вот именно Своими руками Своим делом Он это может сделать Хотя бы раз В месяц приходить И проводить такое занятие Поверьте Что вы от этого Получите Гораздо даже больше Чем наши ребята Также мы всегда Нуждаемся В финансовой помощи Например Все машинки Которые есть у нас Их подарили Люди Которые Увидели Первый раз Наших ребят И загорелись Чем-то помочь И это очень Для нас Здесь Действительно Реальная помощь Также мы бы хотели В свое большое здание Где мы могли бы Встречать Большее количество Ребят Родителей Поэтому помощь нам Любая Нужна Начиная от финансовой И конечно Самая большая помощь Это молитвы За наших Родителей Ребят Педагогов Которые Приходят в этот центр Чтобы Разделять Эту радость Среди детей Надеемся Что в сегодняшнем видео Мы смогли передать Вам частичку света Из этого прекрасного места Побывав Однажды в маяке Вы больше никогда Не сможете Смотреть на мир По-прежнему Редактор субтитров